МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Сейчас я расскажу, какую фразу я чаще всего слышу в своем кабинете психолога и психотерапевта. Именно после этой фразы в жизни многих клиентов начинаются самые страшные ужасы, кошмары, страдания и расстройства психики. Почему я так долго скрывал эту фразу от вас? Ответ прост. Я сам понял только на днях. Каждый день слышу тысячи слов и фраз. Они копятся, перемешиваются и собираются кучками в моей голове. Так как голова у меня не безразмерная, часть слов уже начала выпадать в виде книг. Штук 10 уже выпало. Подозреваю, что скоро выпадет еще 6. Туда войдут наиболее типичные ситуации, встречающиеся в практике психотерапевта и способы с ними справиться. В языкознании есть такой хороший метод – частотный анализ. Этот метод позволяет вычислить, какие слова в языке наиболее употребительны. Это очень полезно для изучения иностранного языка. Достаточно выучить 500, тысячу наиболее важных слов любого языка, и вы сможете на бытовом уровне сказать все, что вам нужно. Это будет, конечно, ложка-тарелка кушать очень-очень, но вас поймут. Или, например, иностранец спросит вас, какое слово русского языка нужно выучить сначала – билиберда или хрюкнуть. Вы смотрите в частотный словарь и смело говорите – конечно, билиберда, потому что слово хрюкнуть не входит даже в первые 40 тысяч самых часто используемых слов русского языка. Кстати, знаете, какие самые часто употребляемые слова русского языка? Ничего оригинального. Согласно частотному словарю русской лексики – это союзы, частицы, предлоги и местоимения – и, в, не, на, я. А самые редкие слова – ходуном и хохолок. И целеустремленные. Насчет целеустремленной – это точно. Редко оно встречается не только в нашем языке, но и в нашей жизни. К сожалению. А теперь возвращаемся к той фразе, которую я чаще всего слышу в своем кабинете перед тем, как клиенты начинают описывать все кошмарные ужасы и ужасные кошмары своей жизни. Фраза эта звучит так. Когда он понял, что я никуда от него не денусь. Точка. Дальше думайте сами. С добрым утром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова